Здравствуйте, это канал Максимадзе и поздравляю всех детей и студентов, школьников, школьниц и так далее с первым сентября, с Днем Знаний. И мы в честь этого сегодня будем проходить в Angry Birds Seasons, посвященный этому дню эпизод Back to School, Возвращение в школу. Эпизод состоит из 20 уровней, в котором лишь одна часть. Есть эпизод, довольно один из наиболее старых, так сказать, 2012 года эпизод, я так смотрю. Вот где золотое яйцо, или даже ни одно, я не припомню, поэтому придется сейчас заглядывать в интернет. По поводу школы и первого сентября, кстати говоря, у меня одна подруга есть и одноклассница, бывшая со школы, которая училась в педагогическом университете и устроилась сейчас на работу учителем начальных классов. И это замечательно. В 20 лет, хотя ей всего 20 лет, как и мне. Вот закончился август, и каждый август, на самом деле, я до сих пор помню, была висячая реклама в августе. Детского мира. В школу за высокими отметками. В детский мир за низкими ценами. Вот эта реклама просто меня всегда раздражала, потому что она напоминала мне о школе. Ух, как я не хочу в школу. И просто реклама подливала масло в огонь. Это вот каждый божий год. И сейчас, по всему день, каждый год бывают подобные рекламы, которые напоминают о школе. Но мне сейчас уже они не беспокоят, потому что я уже закончил давным-давно школу, и полеж закончил недавно тоже. Back to school. Как за мной, давайте. Где тут яйцо находится? Ага, ага, всего одно на уровне 1.13. Когда дойдем, достанем. Так, окей, окей. Тем не менее, когда я вижу эту рекламу даже сейчас. Ну, не конкретно эту, а просто похоже рекламу, которая тоже напоминает о школе. Я, конечно, как бы типа пофигу, она меня уже не касается. Но все равно вспоминаешь те дни, когда эта реклама меня бесила. Когда напоминала мне о школе. Ну вот, блин, давайте так сделаем. Ну вот, в следующем году уже мой первый дожиданный брат в школу уже пойдет. Я чувствую, для него там будет аддок. Чувствую, будет для него аддок под названием школа. Но надеюсь, у него будет там хотя бы лучше, чем у меня. В детском саду у него как-то не очень хорошо было. Поэтому я боюсь, что и в школе будет хуже. Но надеюсь, что я ошибаюсь. Буду рад ошибаться. Вообще, про школу можно вот много говорить. И вот... Вот я комедиклад смотрел, Павел Воля там про элитные школы говорил. И вот я действительно задумался об одной вещи. Как, насколько давно нужно готовить ребенка к первому классу? Очень сильно давно. Я не знаю, готовить ли моего дожиданного брата уже к школе или нет. Но готовить, мне кажется, он был еще раньше. Потому что... Столько всего надо купить к первому классу. Я даже попробую перечислить, что я запомнил. Ранец, школьная форма, сменная обувь, сумка для сменной обуви, дневник для первоклассника, папка для тетради, тетради в клетку, тетради в косую линию. Пенал, ручки, простые карандаши, цветные карандаши, точилки, эластик, линейка, альбом для рисования, акварельные краски, палитра, баночка не проливай к подволу, набор кистей для рисования. Папка для труда, цветная бумага, цветной картон, белый картон, клей ПВА, клей-карандаш, кисть для клея, пластилин, ножницы с угругленными концами, фартук, защитные рукавники, клеенка на стол, спортивные штаны и футболка или шорты, кеды или кроссовки. Не у всех бывает бассейн на физкультуре в первом классе, но если бывает, то еще шапочка для плавания и купальный костюм нужен. Короче, столько надо всего с собой, это просто жесть. Сколько денег придется вбухать и куда это все складывать? И вдобавок еще вот Гарри Поттер. Гарри Поттер, когда в Хогвартс поступал, ему надо было, все, что ему надо было, палочка и сова. Все. А первокласснику обычному нашему сколько всего надо? Подготовка к школе в каком-то смысле может даже сладнее, чем сама школа. Хотя, скорее всего, на самом деле наоборот. Потому что, если ребенок разгильдяй, а я, к сожалению, таковым являлся, и таких детей действительно очень много, то еще больше, наверное, аддок в школе будет для родителей. Школьника. Который пойдет туда. А вот со мной так и было. Я с огромным трудом смог закончить школу на тройке. И то, возможно, мне везло постоянно. У меня были большие шансы иногда оставаться на второй год. Более того, девятый класс у меня был в 2020, поэтому мне очень повезло. В 2020 из-за коронавируса отменяли ОГЭ. Это реально прям очень повезло, потому что я бы, наверное, не сдал. Математика вообще была просто не моим предметом. Но хотя самым сложным предметом, на мой взгляд, была химия. В химии я вообще ничего не понимал. Просто ничего не понимал. Вот. Запомните, как щелочь сочетается с кислотой. Вот. Вот. Нафига вот это знать? Это даже выговорить невозможно. И... И к тому же... К тому... Вот действительно. Зачем вот этому учат всему нас? Это же не пригодится в жизни абсолютно, если ты не хочешь... Если ты не собираешься там ученым становиться химиком или что-то типа того. А если кто-то хочет становиться ученым химиком, пускай поступает в соответствующий какой-нибудь университет, колледж, и пусть этому обучают всему там. Ну нет же, надо помучать детей в школе. Заставлять... Вот особенно на контрольных... Какие сложности. Я не помню даже, как я их сдавал. Мне просто везуло. Мне вот... Я до сих пор помню какое-то... Какое-то задание. И причем скинули скриншот из тетради. Со всеми формулами, которые нужно было запомнить. Картинка, которую я видел, просто выедала мне глаза. Настолько все сложно было. Ничего просто не понятного. Слава богу, весь татадок закончился. Я думаю, во взрослой жизни... На работе будет куда легче, чем проходить этот татадок под названием школа. В колледже, на заочном обучении, было куда легче. Ну и то потому, что заочное обучение халявное, можно сказать. Да почему можно сказать? Таким оно и было. Вообще, я учился все девять классов в одной школе. В одной школе ни разу не переводили меня никуда. Но было... Помню время, когда... Бабушка говорила, было бы... Вот есть тут одна школа хорошая, где там реальный. И к детям хорошо все относятся, и дружно там все. Но эта школа платная. И причем, очень дорого прям стоит. Все прям стоит... Все прям стоит дорого, но в итоге я, короче, с трудом закончил 9 класс на тройке. И у меня бабушка и дедушка хотели, чтобы я в 10 класс пошел. Но... К сожалению... Они хотели, и я тоже сначала думал пойти в 10 класс. Но с условием, что не в эту школу, а не в той, в которой я учился. Более, в эту школу никогда больше в жизни не видел. Самые негативные воспоминания в моей жизни не видел. Ну, правда, я это обещание, так сказать, саму себе не сдержал. Потому что в этом году сходил в свою старую школу, чтобы проголосовать за выбор президента. На выборах президента. Жаль, только там погулять не дали. Просто никуда не пускали. Даже в туалет. Везде полицейские и охранники были. Вот такие вот плохие дела были. А еще был такой момент. Я хоть... Ну, у нас... Мы там с пацанами были, да? Мы там втроем были, вроде бы. А, и... Да, втроем были. И нас туда пропустили кое-как. На втором этаже в туалет же не пустили. Говорит, идите на первый там пропустите. И то, охранник, не хотел нас пускать. Но в итоге прошли. И я там решил снять видео для нас людей. А в итоге... Давай приставать ко мне на выходе. Наханец, что? Вам кто, типа, давал разрешение на съемку видео? Вот давайте как сотруднику ДПС. Давай, короче, меня вести. Вот снял без разрешения. Я вижу, что делать? Это же сотрудник ДПС тут говорит. Да ничего, он, вроде, плохого не сделает. Что делать? Но это реально тот случай, когда охранец, видимо, Вот просто заняться нечем было. Зачем-то надо было вот это вот сделать. Никто не запрещает снимать школу. Я же не снимал... Пункты вот эти вот все. Я снимал именно уголок, где не было выборов. Где был просто терп... Класс. Ну вот, ну это что за идеализм? Даже сотрудник ДПС понимал, что я ничего не нарушал. Ничего не стал не делать. Но, тем не менее, видео, я видео, она это удалила, заставила удалить. Потому что я решил лучше уж не иметь лишних проблем, а сделать то, что требует это. Хотя она даже, на самом деле, не смотрела, удалила я ее или нет. Но я удалил. Я мог этого и не делать. Ну, впрочем, ладно, я там ничего такого прям не снял особо. За четыре года, когда у меня не было в школе, там не особо что-то изменилось. Почти ничего не изменилось. Делаем. Какой уровень это был? Ага, через два уровня будет яйцо. Но, как вы уже поняли, я в итоге в десятый класс не поступил. Меня не взяли в другую школу с не очень высоким антисталом. И, честно говоря, я очень рад. Потому что, вот куда я на заочное поступил, на товароведение, и вот там гораздо легче было. И коллектив дружелюбный был, и все. Вообще, вообще, в основном хорошие воспоминания. Конечно, негативные тоже были, но по большей части хорошие. В то время как в школе, они больше в основном негативные. А вот и яйцо. Вон оно. Надо как-то его достать, умудриться. Это будет довольно сложно. И причем, а не надо ли в книгу? Интересно, а какой смысл в этой штуке был? Так, давайте я лучше так достану. Так будет проще. Впрочем, первое сентября там на заочном обучении для нас не было днем знаний, потому что мы начинали учиться. Новый курс у нас начинался то в октябре, то либо в ноябре. Либо в октябре, либо в ноябре. Вот так. Первый курс начинался. 19 октября я до сих пор помню. Даже выпускал видео, обозревал Neighbors Backroom Hell, там игру, и говорил, что 19 октября я еду на учебу в первый раз. Начинается у меня колледж. Сейчас он уже закончился. И начало 4 курса тоже начиналось. В октябре где-то. А второй, третий курс в ноябре. Вот так вот. С учебой. И у меня на самом деле... Почему негативные воспоминания были? Во-первых, с коллективом не ладилось абсолютно. Абсолютно с коллективом не ладилось. И... Ну, потому что поведение у меня какое-то сумасшедшее было. Вон Леха, с чего хочу-то ворочую, напарник мне говорит, давал интервью на канале Freakingism Action. Он там про меня говорил, что не понимал меня, что я сумасшедшим каким-то был. Да, я это абсолютно признаю, так и было. И поэтому меня коллектив вознелюбил. К тому же я был самым слабо пацаном, наверное. Самым слабо пацаном из всех на уроке физкультуре. Я просто проявлял себя очень плохо. И этот... И вот это вот отношение сделало меня довольно-таки... То неуравновешенным каким-то, то жалким. И из-за этого все девять классов... Я мальчиком для битья был, так сказать. Но, к счастью, в колледже все наладилось. Но, впрочем, проблемы с учебой тоже были. Если, правда, вот в первых классах с учителями тоже не ладилось, то вот в более поздних гораздо лучше было. Ну, с учебой были проблемы. И причем серьезные. Вот в девятом классе до сих пор вызывал у нас классных водителей как-то. По оценкам, смотри. И в итоге выяснилось, что проблемы с учебой только у меня были. Только у меня были... Вернее, хуже всех было у меня. Потому что все дело в том, что... Все, кто были хуже меня, уже вылетели на второй год, остались. А мне каким-то образом все это время везло. По поводу учителей, кстати говоря. Вот какие... Вот я до сих пор помню первого... Нашу первую учительницу. Ну, во-первых, в 2010 году я... Не в 2011, когда первый класс был, а в 2010 еще впервые пошел в... Вот в эту свою школу. Потому что там подготовительные занятия. Они были каждую субботу. Я до сих пор помню. Это было так давно. Это 2010 год был. Подготовительные занятия. Каждую субботу. И все равно я был недоволен. А тут же... А ведь когда основная учеба, там каждый будний. А там просто каждую субботу, и мне уже это было не нравится. Как будто оно так быстро наступало, что я был у них без очарования. Я помню, там была учительница первая. Татьяна Дмитриевна ее звали. Ну, вот я помню... Она нормальной учительницей была, и... Я видел ее в школе до самого девятого класса она была. Ну, вот я помню... Учительницу... Самую первую учительницу в первом классе уже. Ее звали Елена Сергеевна, я помню. А, нет-нет-нет, Елена Алексеевна. Елена Алексеевна. И... Она у нас была довольно недолго, она была добрая, но при этом сама была довольно неграмотной. И в итоге ее уволили очень-очень быстро. На ее смену пришла страшная такая бабушка, я бы сказал. Калерия Ивана она вроде звали, если я ничего не путаю. И вот... Вот как-то даже, знаете, я в первый раз ее увидел, я уже что-то... Было страшно, меня мама проводила туда, и мне что-то не хотелось тут оставаться. Что-то я уже как-то напрягся, и оказалось, что не зря. Учительница эта была очень суровая, и как это даже местами ненормальная была. Ну, во-первых... Я и сам вел себя не очень. А во-вторых... Некоторые одноклассники... Был один одноклассник... С которым я, кстати, дружу сейчас, который специально меня подставлял, рассказывал, что я там якобы обзывался. И меня просто каждый день, каждый божий день выгоняли за дверь. Просто каждый день. Я пытался поговорить с учительницей, сказал, что это все неправда, но она меня не хотела слушать. Вот мы год назад, по-моему, у меня в гостях были пацаны, и там был этот пацан как раз-таки... Я... Мы вспоминали вот это время, я ему рассказывал, вот как ты тут... Как ты меня подставлял, он сказал, ничего себе, я такого не помню. Блин, ну прости меня, что так было, прости меня, серьезно. Ну, чё, чё? Повзрослели уже, искупились, почему нет-то? Ну, я помню, это было, действительно. Но, на самом деле, я на него злюсь гораздо меньше. Да уже и не видно. От научительницы, но это я реально прям... Дурные воспоминания было. Меня там из-за каких-то болезней, что ли, или чё там... Распространялось, не помню чё. Меня перевели в другой класс, слава богу. Я помню, с этой читницы ещё одно вот воспоминание было неприятное. Кто-то, кто-то, короче, из одноклассников подошёл и уронил цветок в горшке на пол. И свалили всё на меня, сказали, что это сделал я. В итоге меня... В итоге меня одна заставила принести из дома свой цветок. И я пожалел, и я жалею, что мы так и поступили. Хотя прошло уже 13 лет с того момента. Я очень жалею, что мы так сделали. Надо было разбираться нормально. Потому что это... Потому что это не я был. Я этого... Я этого не делал. Слава богу, я перешёл в другой класс. Там проблем было меньше, хотя тоже было много проблем. Но учительница была нормальна. А потом я вот... Я недавно узнал как раз-таки от того пацана, который подставлял мне... Что он-то оставался, меня перевели, его-то не переводили. Он говорил, что эту учительницу уволили потом вскоре, после того, как она заставила кого-то... Кого-то из учеников вытирать доску своей рубашкой. Ну, это вообще, я считаю... Сдвиги в башке какие-то непонятные были. Вот напишите... Вот я вам рассказываю свои школьные воспоминания. Первое сентября как раз-таки. Пишите обязательно в комментах свои. С интересом почитаю. Обязательно пишите свои в комментах. Это будет интересно. Я вот, кстати... Вот обязательно, причем, пишите... Попадали... Попадали... Водили ли вас к директору или к завучу? Меня вот водили. К директору не водили, водили к завучу. У нас... Завуч прям была... Такая, которую боялись просто все. Зоя Григорьевна звали ее. Такая бабушка старая довольно была. Но она прям... Очень строго ее просто все боялись. И я в том числе. Я несколько раз попадал к ней, к сожалению. Это была просто жесть. Ну, она работала там до 2014 года. Или до 2015. А, вспомнил, до 2014. Конечно, были в школе и хорошие воспоминания. Их было, конечно, немного. Во-первых, есть среди одноклассиков немного, конечно, очень. Но друзья, которым я и дружу сейчас. Среди них были даже... Есть даже и те, кто вот... Как раз-таки унижали меня. В те самые годы. И которые, так сказать, уже искупились. Ну, просто повзрослели все. Одноклассница, кстати. Вот, которой я рассказывал в начале видео. Что она устроилась работать преподавательницей. И уже завтра, видимо, пойдет. Потому что сегодня и воскресенье же. Она... Я с ней дружил. У меня к ней реально такие теплые чувства, так сказать, были. Мы с ней друзьями хорошими были. Правда, в 2015 или 2016 она от нас перешла. В другую школу. Потом мы еще один раз в 2016 году увиделись. И больше я ее не видел. И вот недавно, 10... 10 июля, сразу после возвращения из Москвы, мы встретились снова... Снова спустя 8 лет. Я перед встречей прям волновался. Погуляли там, в KFC посидели. Ну, или Rostix сейчас он у нас называется. Короче, вроде неплохо. Я предлагал повстречаться снова, но что-то пока... Пока что-то не соглашается. Говорит, много дел. Надеюсь, обязательно повстречаемся еще. Ну, и-ка-то. Была еще одна одноклассница, очень прям симпатичная, про которую я вам рассказывал в каком-то выпуске Bill you press the button. Смотрите, что я так сделаю. С которой... В которую я влюбился еще во втором классе, но подружился только в третьем. После третьего класса, правда, она ушла от нас и... А, все, я прошел эпизод, что ли? Вот это я заговорился. Я не заметил, как время пролетело. И я после этого никогда больше не видел. Но мы... Переписывались... В этом году еще созван... Переписывались в течение трех лет. 2016 по 2020 год. Так, давайте... Пройдем этот... Ой, извините. Золотое яйцо. Вот так вот. Но в этом году общение воссоединилось. И иногда созваниваемся. Она, правда, живет сейчас в Италии. Но говорит, что... Может, даже в этом году или в следующем в Россию прилетит. Может, увидимся. Это... Вот это будет прям вообще обалденно. Короче говоря, неплохо так прошли мы этот эпизод. Поговорили про мои школьные воспоминания. Праздновали 1 сентября. Обязательно делитесь своими школьными воспоминаниями из-за своего детства. Ну, и если вы сейчас учите в школе, то пишите, какие у вас были первые годы. Какие у вас были первые школьные годы. Обязательно. Плюсы, минусы и так далее. Будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. С вас и господписывайтесь. С меня и печенье видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал. Вступайте в группу ВКонтакте. В всякий случай подпишитесь на Дзен. На канал Дзене. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok